Саламбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шерлина представляет видеопрезентацию, посвященную жизни и творчеству Джона Стейнбэга. Джон Стейнбэг – классик американской литературы. Его книги зачитываются во всем мире. Его имя ставят в один ряд с Хамингуэем и Фолкнером. Но чтобы добиться литературного признания, писателю из Калифорнии пришлось пройти через множество испытаний. Джон Эрнст Стейнбэг – младший, родился 27 февраля 1902 года в Соленасе, штат Калифорния, в семье чиновника окружной администрации. У Джона Стейнбэга были ирландские и немецкие корни. Его отец, Джон Эрнст Стейнбэг – старший, служил казначеем, а его мать, Олиф Гамильтон, бывшая школьная учительница, разделяла страсть мальчика к чтению и письму. Семья Стейнбэгов жила в небольшой сельской долине. И Джон проводил лето, работая на близлежащих ранче. Позже он работал с рабочими мигрантами на фермах. И там он узнал о более суровых аспектах жизни мигрантов и темной стороне человеческой натуры, что дало ему материал для его будущих романов. Уже в старших классах школы, начитавшись Джека Лондона, юноша начал сочинять собственные рассказы. Он даже высылал их в журналы под вымешанными нами, без обратного адреса и ждал чуда. К окончанию школы Стейнбэг окончательно влюбился в занятия литературой и решил стать знаменитым писателем. Однако родители этих фантазий не разделяли. Не считая писательства мужским занятием, они убедили сына получить нормальное образование. По настоянию матери, Джон в 1919 году поступил в престижный Стэнфордский университет. Однако обучение в нем требовало больших средств, чем могла позволить себе его семья. И юноша отучился в университете несколько лет, но так и не окончив курса, просил обучения. И, к ужасу родителей, он оставался верен своей мечте стать великим писателем. За своей мечтой Стейнбэг отправился в Нью-Йорк. Однако город оказался далеко не таким прекрасным, каким представлял себе его юный романтик. Как это часто бывает, великого писателя в амбициозном юноше никто не разглядел. Ему пришлось идти работать чернорабочим, шофером, плотником, сторожем и даже уборщиком. Но он никогда не изменял своей мечте и регулярно рассылал свои рукописи в различные издательства. Лишь в 1929 году его труды были вознаграждены. Одной из семи издательств, которой автор отправил свой роман «Золотая чаша», согласилась на публикацию рукописи. Первый успех пришел к автору в 1935 году с выходом повести «Квартал Тортилья Флетт». Это произведение Джона Стейнбека, посвященное колоритному миру трущоб калифорнийского города Монтерея 30-х годов XX века. И в книге читатель знакомится с необычными персонажами, потомками индейцев, мексиканцев и американцев. В основном они промышляют мелким воровством, нелегальными аферами и часто оказываются за решеткой. Однако читатель испытывает к ним симпатию. Грубоватые манеры сочетаются у них с возвышенными стремлениями. Склонность к лицемерию оборачивается трогательным простодушием, а хитрость и плотовство внезапно сменяются самоотверженностью и бескорыстием. Повесть о мышах и людях была опубликована в 1937 году. После публикации уже этой повести критики впервые заговорили о Стейнбеке как о крупном писателе. Эта повесть рассказывает трагическую историю двухсезонных рабочих во время Великой депрессии в Калифорнии и касается таких понятий, как мечта, вина и сочувствие. Повесть заставляет читателя задуматься о значимости каждой жизни и о том, как мы взаимодействуем друг с другом в мире полных трудностей и несправедливостей. Книга основана на личном опыте Стейнбека, который работал в сельском хозяйстве в 20-х годах XX века. Роман «Гроздья гнева» было написано в 1939 году. Действие романа происходит во время Великой депрессии. В центре внимания романа Джоуды – разоренная семья фермеров-арендаторов, изгнанная из своего дома в Оклахоме. И через всю Америку, как и миллионы других безработных, они едут на Запад, в Калифорнию, в поисках работы, земли и достойного будущего. Но что их там ждёт? И есть ли надежды на светлое будущее? Этот роман является не только литературным шедевром, но и социальной критикой, которая до сих пор актуальна. Роман показывает, что даже в самых трудных условиях люди могут сохранять свою человечность и бороться за справедливость. И этот роман вызвал огромный резонанс в общественных кругах. И успех этой книги даже привлёк внимание деятелей Голливуда. И в 1940 году режиссёр Джон Форд снял её экранизацию. И в этом же году за роман «Грозья гнева» Джону Стейбеку присудили полицеровскую премию – высшую литературную награду США. В 1947 году Стейбек вместе с фоторепортером Робертом Каппой совершил поездку в Советский Союз. Как пистал Стейбек, американцы не знают, как живут обыкновенные русские люди, как они радуются, какие у них существуют препятствия к их счастью. И результатом этого путешествия стал роман «Русский дневник», в котором Джон Стейбек передал свои впечатления и рассказал о встречах с советскими гражданами. «К востоку от Эдема» – одно из самых знаменитых произведений Джона Стейнбека. Оно было опубликовано в сентябре 1952 года. «В эту законченную книгу я вместил всё, о чём хотел написать всю жизнь», – писал автор о романе. «Этот роман – настоящая семейная сага, в котором есть и роковая женщина, и вражда сводных братьев, и соперничество сыновей-близнецов перед отцом в поисках его любви». В романе поднимаются такие темы, как безнравственность, милосердие, любовь, борьба за признание, величие, способность к саморазрушению. Это глубокий и эмоциональный роман, который заставляет читателя задуматься о смысле жизни, семьи и человеческих отношений. Книга сразу вошла в первую тройку мировых бестселлеров. Миллионы зрителей посмотрели созданный на её основе фильм с участием звёзд мирового кино, и фильм был номинирован на премию «Оскар». В 1962 году Джон Стейнбек получил Нобелевскую премию за роман «Гроздья гнева», за реалистический и поэтический дар, сочетающийся с мягким юрамором и острым социальным видением. Мечта Стейнбека стать знаменитым писателем сбылась. Его называли одним из мастеров современной американской литературы. И разнообразный мир литературных творений Джона Стейнбека включает в себя 28 романов и около 45 книг, состоящих из эссе, пьес, нобелл, дневников, публицистики и киносценариев, посвященным злободневным социальным темам. Писатель ярко раскрывал мир героев, показывая противоречивость в их жизни между желанием и действительностью. Он остается до сих пор одним из наиболее известных и сложных писателей в современной литературной истории США. Джон Стейнбек скончался в Нью-Йорке 20 декабря 1968 года в возрасте 66 лет от сердечной недостаточности и похоронен в Соленасе в семейном некропиле Гамильтонов. Роусь. 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 Продолжение следует...